Б.Д.Комардирн Евгений Баженов В середине десятых имя Бакомедиана знали все поклонники кино. Он мастерски разносил отечественные фильмы, находя в них миллионы ляпов, а над его угарными скетчами хохотали в голос. Последнее время Евгений почти не снимает. Обзоры выходят с перерывом в полгода. Мария Вэй, Маша Вэй Девушка завела YouTube-канал в 2012 году и прославилась благодаря девичьему контенту. Особенно подписчицы полюбили обзоры на косметику и уроки по макияжу. Девушка успела получить заветную «золотую кнопку» и снялась в фильме ужасов «Дизлайк» с участием российских блогеров. Последнее видео на YouTube вышло четвертого года назад. Сегодня Маша больше занята другими сетями. Кстати, еще один интересный факт. Маша встречалась с популярным турецким актером Бураком Челиком. Зведай сериала «Красивее, чем ты». Биг Рашнбаус Бородатый миллионер из Майами, он же Игорь Серавин, обрел грандиозную популярность в сети, а также ездил по стране с рэп-концертами. Еще в начале 20-х он перестал появляться на публике. Оказалось, Биг Рашнбаус столкнулся с депрессией. Душевное состояние было нестабильным. Ему даже пришлось обратиться к специалистам и пройти лечение. Саша Спилберг Блогерша «Золотой эры» YouTube Саша Спилберг еще немного выкладывает видео на платформу, но, как и многие инфлюенсеры, сменила профиль и подалась в диджеинг. Девушка выступает и в России, и за границей. О личной жизни Саши ничего не известно. Зато год назад она купила квартиру мечты площадью 120 квадратных метров. Рома Желудь Игнат Керимов, известный как Рома Желудь, начал свою карьеру на YouTube в 2010 году. Он снимал шутливые видео и быстро набрал популярность среди фанаток. Особенно его обожали девочки-подростки. Успех был грандиозным. Он выступал на разогреве у Джастина Бибера, блистал на шоу Малахова и выпустил несколько песен. Однако после появились слухи о его наркотической зависимости, которые в 2020 году подтвердились. И хотя Роман клялся, что борется с этой проблемой, в июле 2022 года выяснилось, он так и не смог избавиться от зависимости. Иван Гай Иван Рудской, известный как Иван Гай, создавал юмористические видео и играл в Мэнеркорф. А еще остроумно отвечал в комментах. Он стал первым блогером в СНГ с 10 миллионами подписчиков. В 2017 году он загрузил видео «Поход в музей», а затем просто исчез из медиапространства на несколько лет. Позднее выяснилось, что он долгое время употреблял запрещенные вещества. Это признание сильно подорвало его репутацию. И когда он вернулся в блогинг, интерес к нему сильно уменьшился. Руки-базуки Помните такого персонажа? Кирилл колол себе в руки странную смесь собственного приготовления, из-за которой росли мышцы. Популярность привела его на шоу Малахова «Пусть говорят» и к Малышевой на программу «Жить здорово». Однако самому Кириллу было уже не здорово. Он заметил, что руки стали синюшными, а ноги начали неметь. Врачи говорили, что еще чуть-чуть и придется ампутировать. Параллель Терешин вел YouTube-канал, на котором показывал, как растут его руки-базуки. Постепенно видео перестали заходить. Терешин планировал увеличить себе грудь, но поможет ли это вернуть славу? Большой вопрос. Продолжение следует...